МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компромисс найден. Двухлетний конфликт ССЖ и семьи мальчика-инвалида закончился установкой пандуса, из-за чего вообще разгорелся спор. А вы как провели выходные? Самара отметила день прессой и сабантой. Пока одну строили, другое сломали. Дорогу, которую разбил застройщик, отремонтируют городские власти по просьбе жителей. Сколько лайков соберет пятнистый олень Ваня? Самарский зоопарк завел аккаунт в Инстаграме. Самарские десантники обратились к общественности. Не от хорошей жизни. Всего за полгода жертвой злоумышленников стал уже третий автомобиль, принадлежащий члену общественной организации. Причиной двух предыдущих ЧП, теперь это уже установлено, стали поджоги. Что случилось на этот раз, пока выясняют следователи. Наш корреспондент Павел Баймаков встретился с хозяином очередной сгоревшей машины Вячеславом Гуркиным, членом Самарского союза десантников. Все произошло 26 мая в 10 утра во дворе на улице Рыльска. Вячеслав Гуркин был на работе и самого пожара не видел. Нерадостную новость по телефону сообщили соседи. Подошел на место, то есть было разбито лобовое стекло, было разбито боковое стекло. Судя по своим личным выводам, вот вся проводка в салоне абсолютно целая. Автомобиль не был оборудован никакой сигнализацией, то есть, соответственно, центральный замок. На первый взгляд пожар начался в районе воздухозаборника, куда, говорит Вячеслав, вполне можно было бросить что-то воспламеняющееся. Двигатель не пострадал, зато салон придется полностью менять. Пластмассовая панель, приборная доска и потолок просто расплавились. В данный момент машина не на ходу, то есть, моторный отсек, в принципе, живой, так как электроника вся сгорела. Ущерб подсчитывали, то есть, это район 50 тысяч. За последние полгода Вячеслав уже третий пострадавший среди членов Самарского союза десантников, чья машина сгорела. Первый трагический случай произошел в октябре прошлого года. Во дворе на Мичурино загорелся автомобиль создателя и бывшего руководителя Самарского союза десантников Виктора Калиничева. При попытке потушить машину мужчина погиб, не выдержало сердце. 11 января этого года на улице Урицкого возле парка Щерса вспыхнул припаркованный внедорожник, принадлежащий Петру Троиглазову, который также является членом Самарской региональной организации союза десантников. К счастью, обошлось без пострадавших. Экспертиза показала причиной возгорания в обоих случаях стал поджог. Подозреваемых до сих пор нет. Говорить о поджоге пока рано. Причины возгорания этого автомобиля будут также устанавливать пожарные исследователи. На экспертизу идет примерно 10 дней. Тем временем десантники проводят собственное расследование. Они опрашивают жильцов и ищут очевидцев. Покою не дает единственный факт, что за последние полгода это уже третий сгоревший автомобиль. Совпадение это или нет, пока остается только догадываться. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. А это история со счастливым концом. Два года семья с ребенком-инвалидом пыталась добиться установки пандуса около своего подъезда. Но найти взаимопонимание со своим ТСЖ им не удавалось. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как к нему подключились городские власти. Пандус готов. Сегодня завершаются последние работы по его установке. Как удалось найти компромисс, знает Валерия Макарова. Саше скоро исполнится 11 лет. Он мечтает стать поваром или астрономом. Интересов много, но самая большая любовь – это, конечно, кошка Мася. Мы когда брали котенка, нам сказали, что это очень социальные кошки. Им нужно, чтобы дома все время кто-то был. Я говорю, вот нам подходит. Как раз мы все время дома. Диагноз Саша – прогрессирующая мышечная дистрофия. Мальчик ходит с трудом. Не может сам подниматься и спускаться с лестницы. По проекту в их доме пандус предусмотрен, но застройщик его установил только у одного подъезда. По федеральному закону о социальной защите инвалидов пандус должно сделать ТСЖ, если большинство жильцов согласны. С этим мама Саши обратилась в товарищество, но там идею восприняли в штыки. Дело дошло даже до суда, а после – и до городских властей. Глава Самары поручил с проблемой разобраться раз и навсегда. Во многом это была, конечно, задача дипломатического характера, нежели технического. Просто были вопросы, иногда объективные у обеих сторон друг к другу. Необходимо было согласовать ряд вот этих вот нюансов. И после того, как стороны услышали друг друга, поняли, уже никаких особо вопросов друг к другу не осталось. Месяц на дипломатию и чуть больше недели на всю установку. Специалисты оптимальным вариантом посчитали металлический пандус. Быстрый монтаж, легкое обслуживание. Хорошены тем, что пользоваться им могут не только люди с инвалидностью, но и пожилые, и мамы с колясками, которых здесь много. Пандус действительно нужен, потому что неудобно спускаться с ребенком. Городская администрация взяла на себя все вопросы по установке. Нашли спонсора и специализированную компанию. Пандус сделали по всем техническим требованиям. То, что вот два года такой вот борьбы подошли к концу, это, конечно, здорово. И я верю, что дальше все будет гораздо легче. За ситуацией в этом доме мы начали следить несколько недель назад. Тогда казалось, что компромисс практически невозможен. Тот сюжет должен был называться «Пандус. Прекновение». Но сегодня мы видим, что дело, кажется, идет к своему счастливому концу. И нам искренне хочется надеяться, что этот сюжет мы можем назвать «Пандус примирения». Валерия Макарова, Алексей Золотинков, Станислав Левин, Максим Гусев. События. Китай проинвестирует строительство магистрали «Самара-Тольятцы». Губернатор Николай Меркушкин и президент компании, китайская железнодорожная корпорация «Ли Чензинь» подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве железнодорожной линии «Самара» аэропорт Курумыч-Тольятцы. Также соглашение предусматривает возможность участия КНР и в других инвестиционных проектах региона. Представители китайской корпорации заявили о двух возможных вариантах организации сообщения. Первый – модернизация действующей железнодорожной ветки. Второй – строительство новой высокоскоростной линии. Скорость движения по ней составит от 250 до 300 км в час. Какому варианту отдадут предпочтение, будет зависеть от экономической целесообразности. Решение китайцы примут до начала осени. «Они на самом деле очень хорошие специалисты. Они лучшие компании в мире сейчас по скоростным дорогам. Они очень оптимистично настроены, что они могут это сделать за полтора года». «По нашему опыту в Китае, модернизированные старые линии могут достигать до 200 км в час. Новая же линия дает больше вариантов. Сейчас мы приступим к детальной проработке проекта и планируем представить его до середины августа». Губернатор Николай Меркушкин побывал в Исоклинском районе. Глава региона знакомился с работой аграриев, принял участие в церемонии открытия второй очереди физкультурно-здоровительного комплекса и вручил жилищные сертификаты. Визит начался с посещения сельхозпредприятия в селе Новое Ганькино. Глава региона обратил внимание, что сельчане практически не используют в работе минеральные удобрения. Николай Меркушкин призвал профильное министерство активнее информировать аграриев о вариантах поддержки. Так, областное правительство компенсирует часть платежей по процентной ставке на кредиты, которые берутся на модернизацию производства. «Я сразу хочу сказать, тот, который кукурузу сеет без удобрений, лучше не сеет». «Но мы 44 взяли и...» «Лучше не сеет». «Это культура, которая не может быть голодной. Если она голодная, значит она ничего не даст». «Да». «Это 100%». «Поэтому лучше не сеет». «Да, это то, о чем вы говорите, это пустая трата средств». Предстоящая выборная кампания пройдет в условиях изменившегося законодательства. Сегодня новшества обсуждали в областном избиркоме на совещании с представителями территориальных избирательных комиссий. Впервые за последние 13 лет будут проводиться выборы в Государственную Думу по одномандатным округам. Поэтому руководители участковых комиссий должны пройти дополнительное обучение. Кроме того, новые правила разработаны для СМИ и наблюдателей. Имена последних необходимо будет сообщить за три дня до голосования. А чтобы удалить наблюдателя с участка, необходимо будет судебное решение. Поскольку выборы федерального масштаба предусмотрено международное наблюдение, на участках могут присутствовать представители иностранных делегаций. Голосование будет проходить до 8 вечера, а не до 10, как на последних выборах. А вот досрочно проголосовать не получится. Если кто-то не сможет прийти на участок в день выборов, ему необходимо заранее позаботиться об открепительном удостоверении. Наверное, уже все привыкли, что за последние два года в Самарской области проходило досрочное голосование. А в связи с тем, что у нас проходят федеральные выборы, федеральный закон предусматривает только открепительное удостоверение. Вот здесь необходимо сориентировать избирателей на то, что досрочного голосования не будет. Самарские журналисты отметили профессиональный праздник. 23-й фестиваль прессы был посвящен 55-летию первого полета человека в космос. Впрочем, День прессы – это давно уже не встреча в узком кругу, а общегородской праздник. Сотни самарцев заглянули в жаркое субботнее утро в Струковский сад. А вот какие сюрпризы для них подготовили телевизионщики и газетчики, расскажут наши корреспонденты. Космос! А внутри меня! И что вольбется наружу космос! Фестиваль прессы в этом году стал по-настоящему звездным. Основная тема праздника – 55-летие первого полета человека в космос. Поздравить журналистскую братью и всех гостей праздника приехал герой России, наш земляк-космонавт Михаил Корниенко. Прекрасный еще весенний день. Я специально сюда приехал, потому что Самара – это космическая столица нашей Родины. Мало того, это моя Родина, как тут уже сказали. На площадке Общественного совета МВД привет из космоса самарцам передали со станции МКС. За космосом будущее человечества. А Самара – одна из космических столиц России. На главной сцене фестиваля гостей приветствовал глава города Олег Фурсов. Примите искренние поздравления с открытием сегодняшнего мероприятия. А то действительно стало очень важным, знаковым событием. Я как глава города подчеркиваю, что наша позиция к работе в СМИ совершенно не изменилась. Мы по-прежнему приветствуем разносторонние разнополярные взгляды на общественно-политическую жизнь, которая идет в нашем городе. Я призываю вас быть такими же искренними, такими же профессиональными, такими же честными, объективными. В этом году в парке 24 площадки, более 30 СМИ города и области. Каждый старался удивить. Телеканал «Самара ГИС» подготовил для гостей праздника немало сюрпризов. Здесь каждый мог почувствовать себя в роли ведущего новостей, сфотографироваться в фотобудке и потанцевать под живую музыку. Смотрим всегда ГИС с удовольствием. Информация полная, вообще о самарских новостях. Всегда из первых уст. Чаще выходят новости, более подробные, ну и самые свежие. Число зрителей программы события постоянно растет. ГИС лидирует по числу подписчиков в социальных сетях. Растет число просмотров на сайте YouTube. Количество последних приблизилось к 10 миллионам. Телеканал ГИС не только успевает следить за событиями города, но и за современными технологиями успевает. У нас есть свое мобильное приложение, которое можно скачать и смотреть новости и любимые программы в режиме онлайн. И самое главное, что есть коллектив, который умеет работать в новых обстоятельствах и умеет меняться очень быстро. Об этом говорят и награды, которые получают наши журналисты. И, естественно, об этом говорит та любовь и признательность зрителей, которые мы сейчас видим здесь. Площадку посетили и почетные гости дня прессы. Я хочу сказать большое спасибо журналистскому корпусу телеканала, который за год с небольшим наполнил жизнь и творчество телеканала совершенно новым контентом. Канал стал очень интересным. У него хорошие рейтинги. Канал дает именно ту информацию оперативную, объективную, конкретную, которая так нужна современным жителям. Потому что в мобильном мире, в быстро меняющемся мире ценность своевременно полученной информации несравнима ни с чем. Самара ГИС – это самая городская и самая лучшая компания. Ребята, спасибо вам за то, что вы делаете. Потому что моя мама очень любит смотреть ваши новости. Они самые объективные и самые самарские. Самара, Самара ГИС – это практически одно и то же. Почему? Потому что на вашем канале настолько полно обещается жизнь нашего города и не только. И самое главное, что вы очень трепетно относитесь к слову, очень трепетно относитесь к людям. Поэтому вас смотрят и вас любят. Впервые в истории фестиваля проведен журналистский конкурс. Итоги подвели по номинациям «140 лет российско-болгарской дружбы», «Год российского кино в Самаре», «Самара – космическая столица» и по ряду других. Корреспондент телеканала «Самара ГИС» Марина Кравцова получила приз в номинации «Сделано с любовью». За вклад в развитие патриотизма благодарностью отмечен редактор нашего телеканала Юлия Черняева. Также благодарность от главы города объявлена всему коллективу телеканала «Самара ГИС». Лариса Шлафаста, Олег Зверев, Алексей Зелтенков, Артем Сулайманов, Максим Гусев. События. Если половина самарцев в эту субботу была на дне прессы, то вторая уж точно отмечала Сабантуй. Татарский национальный праздник давно превратился в общегородской, в чем убедился Павел Бымаков. Татарский национальный праздник. На русский его название можно перевести как «праздник плуга». Все дружно отмечают окончание весеннеполевых работ и желают богатого урожая. История Сабантуй уходит в глубину веков. Его отмечают татары по всей стране. Некоторые специально едут в Самару. Мы уже который год приезжаем сюда в Самару. И очень хотим сюда приехать, потому что мы уже почти породнились. Нам очень нравится тут. Национальный колорит чувствуется. Даже у нас в Атарстане такого нет. В регионе живут порядка 130 тысяч татар. Но приходят на Сабантуй не только они, но и представители других народов, живущих в Самаре. В итоге праздник постепенно становится общегородским. На народные гуляния в парке Гагарина собираются порядка 30 тысяч самарцев. Торжества не смогли пропустить и первые лица города. Глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова, прогулявшись по парку, поднялись на сцену, чтобы сказать людям спасибо за вклад в общее дело преображения Самары. Уважаемые горожане, привите самые искренние слова признательности за то, что вы делаете для нашего города, для нашего общества, для своего татарского народа, за то, что вы очень усердно работаете и стремитесь преобразовывать Самару для того, чтобы она становилась более конкурентным городом, более приятным, красивым и пригодным для жизни. Сабантуй – это еще и праздник спорта. В Самару приехали и титулованные борцы из Татарстана и вновь победили в национальной борьбе на поясах Кореш. Помимо денежного приза победителю, как и в старину, подарили барана. А все те, кто просто пришел на праздник, зарядились позитивом и гуляли до самого вечера. Павел Баймаков, Григорий Пришаков. События. Мобильная приемная президента в Самарских дворах. Обращения горожан разбирали прямо на месте событий. Как выяснилось, большинство вопросов уже решены. Так, например, на улице Гастелло асфальтовая дорога превратилась в грунтовую под колесами грузовиков. Ремонты жителей здесь ждали 20 лет. Когда же появится новая дорога, узнала Марина Кравцова. Дорога пала жертвой новостроек. Во время дождя подъехать к 47-му дому по улице Гастелло проблематично. Дорогу, которую больше 20 лет не ремонтировали, последний асфальт потеряла во время стройки соседних домов. Видите, дома новые. Когда строились эти дома, весь транспорт двигался по нашей территории. То есть было все разбито. Хотелось бы, конечно, организовать здесь парковку для автомашин, подъездные пути. Долгожданная дорога появится здесь в ближайший месяц. Такой ответ получили жители во время встречи с представителями приемной президента страны и администрации Самары. Дорогу отремонтируют с двух сторон от дома. Приведут в порядок стоянку, установят бордюры. Начало работы предполагаем 31 мая и окончание работы до 25 мая. То есть сразу доложат, тем более в контакте будем и заявителям, и сообщить. Еще одна просьба жителей проложить асфальтовую дорожку от подъезда к проезжей части. План ремонта доработают с учетом этих пожеланий. Покажите, пожалуйста, жителям, представители жителей план, который вы будете организовывать, для того, чтобы вот эти мелочи, которые связаны с дорожками, были учтены. Следующим пунктом, куда отправилась мобильная приемная президента, оказалась еще одна дорога на улице Академика Павлова, рядом с 20-й школой. И этот участок ремонтировать будут полностью. Организуют тротуар со стороны школы, приведут в порядок проезжую часть, завершить работы планируют до августа. А вот с обустройством спортивной площадки на улице Осипенко не все так гладко. Старые турники здесь демонтировали пять лет назад. Новый проект предложили частные инвесторы построить футбольное поле и площадку для воркаута. Но жители решили, футбольных площадок поблизости и так хватает. Нужно ставить турники и для детей, и для взрослых. Мы, конечно, очень рады, что нас услышали. Эта площадка требовала ремонта. Она была заасфальтирована, но понятно, что уже и покрытие было повреждено, и оборудование. То есть здесь, конечно, жители никоим образом не были против. Действительно, она требовала обновления, но чтобы именно восстановили то, что было. Ориентировочно работы начнутся летом 2017 года. Марина Кравцова, Григорий Бляшаков. События. Пожиратели незаконной рекламы подвели итоги своей работы. С начала года они провели несколько сотен рейдов. С участием тысячи школьников и студентов. Волонтеры очищали фасады зданий, остановки и подъезды от объявлений. Самые активные получили награды от Городской думы. Репортаж Лариса Шалафаст. Через добрые дела к чистому городу. Под таким девизом этой весной вступили в борьбу с мусором самарские школьники и студенты. Дружными отрядами они срывали объявления на фасадах домов, в подъездах, на столбах и заборах. На счету только одной Ульяны Тюльпиной, несколько мешков листовок и объявлений. На самом деле работа нетрудная, но мне показалось, что это интересно и вообще, что это надо делать, потому что, ну, если мы это делаем, то город в любом случае становится чище. Акция пожирателей незаконной рекламы проходит в Самаре пятый год подряд. В этот раз ее активно поддержали молодежный парламент и депутаты городской думы. Участие приняли 6,5 тысяч человек. Как итог, в Кировском районе собрали почти 320 мешков мусора. В Куйбышевском районе больше 80 килограммов объявлений. Я так полагаю, что мы с вами эту акцию не завершаем сегодня награждением ни в коем случае. И, наверное, нам всем крайне приятно вот тот лозунг, который сегодня был на экране, да? Какой лозунг был? Мусор – враг нашего города. Вот с таким лозунгом я полагаю, что мы должны встретить чемпионат мира по футболу. На этом акция не заканчивается. Школьники и студенты и дальше планируют бороться за чистоту на городских улицах. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Самара продолжает превращаться в цветущий город-сад. Петуньи, ромашки, ландыши – десятки тысяч цветов. Разукрасят городские улицы во все цвета радуги. Между тем, цветочный аромат, как утверждают психологи, оказывает благотворное влияние на человека. Сколько квадратных метров нужно для счастья, узнала Марина Матвейшина. Футбол на цветочных клумбах. Самара, как город, принимающий чемпионат мира, разрабатывает ландшафтный дизайн со спортивной тематикой. Цветочные композиции появятся в нескольких точках города. Кроме того, горожане смогут увидеть в этом году 12 новых шедевров топиарного искусства – фигур из цветов и растений. Самара претендует на звание самой благоухающей и цветочной столицы Поволжья. Теплицы спецремстрой зеленхоза подготовили цветочную рассаду. Саженцев на треть больше, чем в прошлом году. Не только для парков, скверов и набережной, но и по заказу частных предприятий. Рассада в необходимом количестве выращена. Пожалуйста, обращайтесь. Мы все уже можем отпускать и отпускаем. В Самаре активно реализуется программа «Цветущий город», принятая по инициативе главы Олега Фурсова. Площадь цветников увеличится на 24% и к концу июня составит около 20 тысяч квадратных метров. Это клумбы, вазоны и подвесные кашпо. Сейчас цветами оформляют газоны вдоль улиц входные группы предприятий, а также территории школ, детских садов и лечебных учреждений. Задача глава, который ставил нам, именно выйти из стен заборов, в частности, и тех учреждений, которые я назвал, плюс цветочное оформление дворов, квартальных территорий, прилегающей территории, оно должно быть заметно для горожан. Красота цветов и их аромат не оставили равнодушными и предпринимателей. Молодельцы магазинов, парикмахерских и кафе тоже начали разбивать клумбы. Присоединяются и жители. В своих дворах люди не просто сажают цветы, а создают из них настоящие шедевры ландшафтного дизайна. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинский хоккеист уедет играть в Национальную хоккейную лигу. Гоночная «Лада» стартовала в чемпионате страны. Крылья Советов проиграли четвертьфинал Кубка Европейских чемпионов по пляжному футболу. Крылья Советов проиграли четвертьфинал Кубка Европейских чемпионов по пляжному футболу португальской «Браге» в серии пенальти. Основное время поединка завершилось в ничью 3-3. Не повезло самарской команде и в матче за первые восьмые места она потерпела поражение от московского локомотива со счетом 3-6. Нижегородское кольцо встретило на первом старте чемпионата и Кубка страны по турингу 12 пилотов и 5 команд. За «Ладу» гонялись Дмитрий Брагин и Михаил Митяев. Начинали они с восьмого и пятого мест, соответственно, финишировали после массовой аварии на трассе, пятым Брагин, седьмым Митяев. Денис Гурьянов подписал трехлетний контракт со звездами «Далласа» из Национальной хоккейной лиги. Подробности соглашения пока не разглашаются. Воспитанник Тольятинской «Лады» в прошедшем сезоне КХЛ сыграл 47 матчей и набрал 5 очков, 4 гола и 1 передача. В «Молодежке» в 71 матче заработал 51 очко, 29 заброшенных шайб и 22 пасса. В июне 2015 года Гурьянов в первом раунде драфта НХЛ был выбран «Далласом» под общим 12 номером. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Чем любит лакомиться шиншилла и как отращивает рога пятнистый олень Ваня? Самарский зоопарк штурмует Инстаграм. Аккаунт появился недавно и уже обрел полторы сотни подписчиков. Сотрудники зоопарка выкладывают в сеть моменты из жизни животных, которые сложно увидеть простому посетителю. Сейчас в аккаунте есть видео с недавно родившимися волчатами, фото обедающей шиншиллы, новорожденных леопардов и юного ослика. Ну а телеканал Самарегист, напоминаю, тоже есть во всех социальных сетях. Кроме того, наши передачи можно смотреть в режиме онлайн на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»